Генеральная уборка активно ведется и на лабытнанских улицах и дворах. Жители города и сотрудники коммунальных служб пытаются очистить город от мусора. Очередная массовая уборка запланирована на 20 июня. Но в то же время, пока одни наводят порядок, другие делают все с точностью наоборот. Сегодня, к сожалению, украшением строительных площадок являются невозводимые там объекты, а горы строительного и бытового мусора разбросаны по всей территории. Это послужило поводом для профилактического рейта сотрудников управления градостроительства. В ПСК их спровождала и наша съемочная группа. Репортаж Светланы Кель. Время наводить порядок. Этот призыв городских властей проигнорировало большинство лабытнанских застройщиков. За примером далеко ходить не пришлось. Что происходит на строительном объекте компании «Ямалстройгрупп» увидеть совсем несложно, поскольку ограждения здесь установлены по всей вероятности для галочки. Видно, что работы ведутся. По огромным кучам мусора и остаткам стройматериалов, разбросанным по всей территории, можно оценить масштабы и темпы строительства. Причем главными зрителями реалити-шоу «Стройка» являются жители улицы Заполярная. Круглые сутки люди вынуждены любоваться из своих окон мусорными пейзажами и не только. Когда был ветер, вот эти все пеноблоки, вот этот все, стройматериал, летит просто в окна. Вот хорошо, что еще у нас окна такие, что выдержали, но если бы что-то было потяжелее, то все, окна бы разбились бы. Потому что падает прямо в окна лужи, общественный туалет. Ну, даже для рабочих можно было бы построить туалет, потому что у нас окна как раз выходят от строительства этого дома. И все работающие работники, они вот, пожалуйста, за вот эти вот баллончики, в общем, как раз у меня ребенок несовершеннолетний, а тут, получается, все мальчики стоят. В общем-то, приятного, конечно, мало. Мало того, что вот эта вонь ужасная от канализации, когда построили откачку фекалий возле нашего окна, то есть невозможно, я не знаю, что будет летом. Хорошо, еще лето такое у вас прекрасное зимнее. А если дальше будет тепло, я не знаю, кому даже жаловаться. Вот и получается, что строительная площадка выступает в роли каждодневного источника раздражения жителей соседнего двора. Конфликта избежать можно, уверены специалисты управления градостроительства. Застройщику достаточно соблюдать установленные нормы, по содержанию территорий, на которых ведутся работы. Вряд ли в этих нормах прописано, что уличный туалет для строителей может располагаться под самыми окнами жилого дома или разрешают складировать здесь же горы строительного мусора. У нас, в общем-то, ко всем почти застройщикам такая просьба, что вы все-таки содержите свои строительные площадки в порядке. То есть, может быть, организовывайте какие-то субботники, своевременно вывозите строительный мусор, отходы, так, чтобы они у вас не разлетались. В Лабытнангах строительство ведут более 40 застройщиков. Шестеро из них возводят жилые объекты. Только за последний месяц недобросовестным руководителям стройкомпании было выдано 15 предписаний на устранение нарушений на строительных объектах, в частности, уборки и вывоза мусора со своих территорий. Работа в этом направлении будет продолжена. Вопрос чистоты на особом контроле главы и его заместителей. Светлана Кель, Григорий Волков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова